Так, уважаемые коллеги, доклад называется «Решение WSD-задачи на основе вычисления семантической близости контекстов». Два соавтора, как вы видите, тут причин две, как минимум, тоже как и два соавтора. Первая причина, что действительно мы вдвоем все это делаем, это начало нашего исследования, сразу хочу сказать. И, во-вторых, это междисциплинарное межпредметное исследование. Я представляю математическую сторону, а Андрей Анатольевич представляет лингвистическую. Так что это на самом деле междисциплинарное исследование. Задача, я сейчас расшифрую эти слова, я не люблю иностранные слова, но, однако, во всей литературе используется именно эта аббревиатура английская. Итак, это проблема определения значения многозначного слова в контексте, или проблема вот этого WSD. word sense disambiguation, это означает слово, значит, ambiguation означает двусмысленность, неясность. Ну, а здесь имеется в виду уход от этой неясности, то есть делать ясным это слово, которое находится в контексте. Вот буквально так вот. Проблема важная, как вы все понимаете, я не буду сейчас говорить о ее, так сказать, актуальности и так далее, и так далее. Многозначных слов в русском языке и в любом другом языке довольно много, есть слова, у которых там по несколько десятков даже значений. Ну, на данный момент считается, что... Что такое слово? Слово — это функция от контекста. То есть одно и то же слово, окруженное различными другими словами, может иметь различный смысл. Это пока такая парадигма, которая принята вот в этой области. И поэтому надо, конечно, работать с контекстами, не даром вот эта, так сказать, контекстная близость вошла, вот эти слова вошли, значит, в заглавие, в название этого доклада. Итак, проблема, ну, будем говорить, ВСД попроще, значит, выбрать то значение слова в предложении, которое наиболее уместно в этом контексте. Простите, то есть имеется в виду слово написанное или произнесенное? Нет, написанное, да нет, конечно, написанное, именно написанное на стандартном языке, ни слова в виде инсталляции, там, так сказать, когда предметы кодируют слова, ни слова в виде звуков каких-то, ни слова в виде бессмысленных звуков, как в музыке, индустрии и так далее. То есть кодирование обычными буквами алфавита. Ну, здесь, поскольку все-таки предполагается, что это будет автоматическое определение значения слова, то надо, чтобы автоматы в абстрактном смысле этого, программы и так далее, работали с математическими моделями. Проблема нерешенная, вот сегодня Владимир Ильич говорил о вызовах, вот тоже вызов, построить математическую модель слова и контекста. Существует несколько подходов, ну, в общем, наверное, один сейчас самый популярный, я, поскольку про обзор сейчас обзором не занимаюсь, основной подход это слово вектор. Из слова делают вектор. Так, я посмотрю, тут есть у меня что-то такое. Да, ну вот про этот подход чуть попозже, а пока вот немножко я конкретизирую задачу, решение задачи ВСД, к чему сводится. Значит, вот есть у вас какое-то предложение, какой-то контекст, в нем многозначное слово. Значит, что значит определить его значение? Это значит отнести это слово к соответствующему синцету. Синцет — это набор синонимов. Значит, есть словари различные, в котором этому слову соответствует несколько значений. Каждое значение иллюстрируется набором слов, набором синонимов. Так вот, значит, фактически автоматически программа должна выбрать синцет, скажем, номер один, два, три, четыре, пять или шесть соответствует вот этому слову. То есть вот такая автоматизация здесь. Итак, вот общепринятый сейчас подход, я сказал, к моделированию слова. Слово — это вектор. Ну вот, можно критиковать этот подход, но пока ничего лучшего не предложено. У нас кое-какие идеи есть на будущее, но об этом я сейчас не буду говорить. Значит, этот подход сводится к тому, что, ну, вкратце буквально в двух словах, я не буду сейчас все эти буквки тут комментировать. Мы на семинаре разбирали вот эти алгоритмы некоторые довольно подробно. Вот там имя Тома Шмиколов, который сейчас является законодателем, человек из Яндекса, вот в этой области, значит, что он там предлагал. Ну, нейронные сети, во-первых, здесь основной аппарат. А суть такая их применения. Значит, слово берется, вот словарь у вас есть, там, скажем, 100 тысяч слов в словаре. Каждое слово имеет определенный номер. Слово номер один, слово номер 117 и так далее. К каждому слову для начала сопоставляется вектор, который состоит, длинный вектор, его размерность такая, как размерность словаря, 100 тысячемерный вектор, скажем. И это, значит, этот вектор сопоставляется в слово таким образом. На соответствующей позиции ставится единичка, все остальное нули. Значит, слово с номером 117, это слово будет из нулей, а на 117 месте будет единичка. Потом эти векторы по довольно сложным процедурам превращаются из 100 тысячемерных, там, скажем, в трехсотмерные векторы с помощью вот различных нейронных сетей и так далее, и так далее. Математика здесь, это максимизация, задача оптимизации очень большой размерности, то есть вот, ну, эти задачи тоже решаются разными другими методами, понижается их размерность. То есть за всем этим стоит большая, достаточно, так сказать, математическая, достаточно математическая, значит, подоплека, как превращаются слова в векторы. Да, вот, к примеру, так сказать, у нас есть вот Русвекторос, это, значит, если Андрей Анатольевич меня поправит, если я не правильно буду говорить, это, значит, наш ресурс русский, да, вот, люди его поддерживают. Они на основе вот этих алгоритмов Томаша Миколова, значит, ну, Томаш Миколова с английским языком работает, применяет свои эти алгоритмы, они вот с русским языком, и вот, к примеру, вот, сказать, что такое слово там какое-то, баталия, да, написано, баталия слова, вот такой 300, у них 300 мерный вектор. То есть выбор параметров, с какой размерности делать из слова стул, там, скажем, вектор, 17-мерный или там тысячемерный, это произвол, никакого здесь, так сказать, теоретического обоснования нет. Выбор параметров вот этих алгоритмов оптимизации, которые основаны на том, что подбирается, так сказать, слово наиболее уместное, так сказать, для окружающих слов, что такое окружающие слова, какой размер вот этого окна и так далее, и так далее. То есть какая длинный должен быть контекст, чтобы, так сказать, хорошо подобрать, так сказать, это слово, которое многозначное. Все это очень вот так вот студень такое, то есть там ничего четкого такого нет. Зависимость вот результатов, то есть эффективности, как часто определяет программа, значит, хорошо или плохо она определяет значение слова, в зависимости от параметров и так далее, это называется глобальными параметрами, не исследовано абсолютно. И вот мы чуть-чуть попытались это сделать. Вот в нашей работе будет две новых вещи, одна из них оказалась перспективной, потому что алгоритмы, которые здесь будут предлагаться, оказались лучше общепринятых алгоритмов. Об этом будет Андрей Анатольевич говорить. А почему там не сим, а не косинус? Да, давайте я вот про это. Это принятое обозначение, similarity. Это принятое обозначение. Почему мы говорим косинус, а не говорим, как вот индусы там говорили. Ведь сайн это от индусов пошло и так далее. Мы же не говорим там, как индусы, я не помню, как они. Общепринятое обозначение в очислительной лингвистике похожесть вот этих двух слов. А и Б это слова-векторы, и лингвисты говорят похожесть. Поскольку исследования междисциплинарные, я же не могу химикам H2SO4, а почему вы так называете? По-своему говорить. Так и здесь то же самое. И так правильно Юрий Васильевич говорит, это обычный косинус. Это из проективной геометрии, естественно, пришло расстояние между векторами. Это угол, по сути. Так что это у них так-так принято. Векторы все нормируются. Вот. Если они, пожалуйста, у вас изначально, когда там 100 тысяч, да, там ноль, нули. Все нули, только одна единичка. Потом это как-то компрессуется, да, и вот. Да, и потом вот что сделали из какого-то слова, у которого единичка на каком-то месте, а все остальные это. Что может просто означать вот позиция ненулевая на другом, ну, очень грубо. Вот уменьшили размеры, да, но за счет этого... Ну, здесь, как видите, вот тут и нулей-то я не вижу. Да, да, да. Вот что может появиться, были нули, единицы, а вот как-то, что отражают вот эти ненули вот в этом... Вот Андрей Анатольевич хочет ответить. Здесь сами по себе числа не несут ни полусмысла, несет смысл только отношение вот этого вектора баталия к другим словам, там, военные, еще какие-то слова. Война. Как связаны эти слова? Какой между ними руку? Хорошо, спасибо. То есть физического, так сказать, в большом смысле слова, в широком смысле это не имеет, конечно. А подбираются они все, вот там, параметры нейронной сети настраиваются, вот эти числа находятся, решая задачи оптимизации. И вот у вас есть, скажем, какое-то слово там, ну, я, к примеру, сейчас сходу придумаю, может, плохой пример, контекст, предложение. Я стою около и смотрю на доску. Я стою около стула, вот хочется слово стул добавить, ну, например, там. Я стою около стула, стула пропущено. Сул пропущено это слово. И вот по окружающим словам, так сказать, что наиболее вероятно, там вероятность распределения Больцмана идет, что наиболее вероятно, вот сюда всунется, вот максимальное предуподобие. То есть одинаковые вероятности? Два слова могут? Одинаковые не будут, потому что там настолько, там параметры чуть-чуть пошевели, все изменится. Но может быть вообще два слова? Принципиально все может быть. Принципиально могут быть два человека с одинаковыми отпечатками пальцев, но этого не бывает. Так что... Ну, вот, Андрей Владимирович, я так скажу, если два человека померят вот этот карандаш, сейчас никогда два одинаковых результата не получится. Так что так и здесь. Есть неоднозначность в языке, люди так и вычисляются. Давайте я дальше буду, давайте я дальше буду, сейчас для меня это не принципиально. Так, значит, реклама, как у них вот молодцы, они вот этот Томаш Микколов, чем он молодец, вот разрекламировал свой алгоритм, там большие миллионы, видимо, зарабатывают в Яндексе. И вот реклама его алгоритма. Это векторы, это, я так сказать, ну, не я, это его именно примеры такие. Я просто не стал векторы рисовать над этими словами. То есть, с помощью этого алгоритма слово король превращается в вектор, вот там видели, предположим, векторы, ну и все остальные. Если вы вот произведете линейные вот эти операции над векторами слева, находящимися, то вы получите вот слово, находящееся справа. Вы, точнее, получите вектор, который, значит, не совсем будет слово Квин, но будет к нему ближайший вектор, именно означающий слово Квин. Это, конечно, удивительная вещь. Да, то есть, вот наше сознание подсказывает, что, наверное, и мы бы написали бы там Квин, наверное бы. То есть, вот это реклама. Мы с Андреем Анатольевичем, конечно, там посмотрели, так сказать, а другие варианты, не то что такие искусственно подобранные, не всегда так хорошо. Далеко не всегда, если это покопаться, я думаю, так сказать, можно посмотреть, там очень много будет, не будет проходить вот это. Но я там предложил какую-какую функцию ввести с параметром, так сказать, но это уже другая история. Так что вот хорошая реклама. Общепринятый подход к вычислению Эпсона в близости контекстов. Два множества, это, значит, ну, считайте, два предложения, у один и так далее, это слова-векторы. Я буду говорить слова, но это, на самом деле, уже векторы. Как сейчас принято определять между ними близость? Вот это ρ обозначает вот и близость, или вот это симилеритет, или это самый косинус. Просто усредняются вот эти векторы, а с чертой получается, и вот косинус между ними. Если он, этот косинус больше, чем больше, тем лучше, понятно, что косинус единица, когда они совпадают, эти векторы, то вот говорят, что они Эпсоном близки. Ну, а теперь, как это используется для решения задачи ВСД. Есть предложение, содержащее целевое слово, слово многозначное. Вот, и есть несколько синсетов, то есть наборов синонимов, вот в К-штуках, которые соответствуют этому слову. Для каждого, значит, А и для каждого БИТа вычисляется вот это вот ρ, и там, где симилеритет окажется наибольшее, то, говорится, делается вывод, что вот этот синсет с номером таким-то и дает значение вот этого слова. То есть, так вот все очень просто, ну, так вроде работает, как говорят. Вот, но на самом деле работает не всегда хорошо, вот мы об этом задумались. И вот второе, значит, первое в этом докладе, в нашей работе совместной, это то, что мы вот шевелим параметры вот эти ε и так далее, смотрим, как это будет на результате, на эффективности алгоритмов работать. А второе, это мы предлагаем новую близость между контекстами. Это вот второй, так сказать, момент. Новая близость идет откуда? Вот метрика Хусдорфа есть такая, я не знаю, знают ли присутствующие, что это такое, надо об этом пару слов вот сказать, как я тогда... Давайте я картинку сделаю большую, вот здесь тогда я уже... Можно без света или свет, как лучше. Я вот даже фломастер это захватил. Что такое метрика Хусдорфа? Я с ней столкнулся, когда занимаюсь динамическими системами, аппроксимации там множеств и так далее. Вот, значит, это вот что. Значит, есть понятие дилатация. Ну, кто к медикам ходит, те знают, что такое дилатация. Печальное слово. Вот. Но я буду не про печальное говорить. Вот, например, есть точка, как множество А. Дилатация это просто будет круг радиуса ε. Вот есть отрезок какой-то, множество А. А плюс ε, это, конечно, не буквально в смысле сложения, это, так сказать, условное обозначение, но оно принятое. А что такое дилатация отрезка? Это множество точек, которые удалены от этого отрезка на расстояние не больше, чем ε. Вот что-то такое будет. Здесь закругленные такие полукруги будут. Вот такая, как бы, так сказать, штучка такая. Вот сам отрезок А. Говорят, что это епсилон шаг? Ну, можно и так. Я работаю читал, значит, этого самого Сергея Иванова, который вот в ПАМИ вот этим занимается. Он так не говорит, правда, я поэтому, так сказать. Вот, биометр, знаете, недавно ученкоры выбрали, значит, вот. Ну, и так, метрика Хусдорф. Вот есть множество А, вот есть множество Б. Это будет тоже отрезок, ну, такой вот, скажем, перпендикулярный. Вот два отрезка, вот один и другой отрезок. Так, это плохой фломастер, сейчас у меня еще запас есть хороший фломастер. Вот я беру его в дилатацию. Тоже епсилон в дилатацию, епсилон здесь и там одно и то же. Ну, Хусдорф говорит, что, значит, вот это определение метрики Хусдорфа. Надо в качестве расстояния между этими множествами взять неименьшее значение епсилон, при котором дилатация одна и другая захватят, соответственно, эти множества. Дилатация А захватит Б, дилатация Б, расширяющиеся вот эти вот области захватят А. Ну, давайте начнем их расширять, но у меня, правда, уже тут места не будет. Строю дилатацию Б, вот когда мы захватим эту матрицу, когда вот такая дилатация большая будет. Строю дилатацию А, когда они захватят Б, ну, там будет что-то вот такое, вот через концы отрезка я провожу. Ну, вот, значит, наименьшее, ну, здесь дилатация побольше будет вот это, то есть, вот это будет расстояние между ними. Значит, наименьшее такое епсилон, когда обе дилатации захватывают противоположное, значит, как бы множество. Ну вот, теперь, значит, мы вот о чем подумали. Да, вот. А вот сам процесс, посмотрим динамику, вот как расширяются, так сказать, вот эти вот множества, распухают отрезок. На месте отрезка я просто рисую его для простоты, вы понимаете, может быть, все что угодно. Вот при каком-то епсилон, расширяем, значит, строим дилатации Б, эти дилатации, какая-то дилатация захватила при каком-то епсилон вот этот вот кусочек от отрезка, вот он. Это есть Б от епсилон. Аналогично, вот это вот Б от епсилон. Аналогично дилатации А строим, и они начинают там как-то захватывать, вот какая-то дилатация захватила. ну может наоборот сейчас посмотрю если наоборот я поправлюсь значит вот это я построил а плюс эпсилон и она пересеклось с b вот здесь значит вот это вот как у меня там обозначена значит да вот это вот b b отец а да наоборот вот это от эпсилон значит это b от эпсилон ну я вот плохо нарисую и времени хочу тратить ваша и хорошо тут не нарисуешь фломастеры плохие вот это а плюс от от эпсила это b от эпсила вот это их объединение значит вот здесь появляется эту мера какая там крыта долина в метрическом пространстве какая-нибудь мера ну или гега положим даже здесь то есть мы смотрим ведь по-разному можем прийти к этому хуссдорфа расстоянию изменяя эпсилон там от нуля и дальше и вот так значит аппроксимируется значит вот это вот метрика хуссдоров фактически она вот аппроксимируется в каком-то смысле вот вот такой такой функции эта функция в дальнейшем будет эта штучка называться вот сейчас я покажу почему будет видно почему это для лингвистики оказалось полезным и так вводится вот такая функция дальше до метрика хуссдорфа может быть не так описано как вот здесь вот не где там она была вот наименьший эпсилон такое что а принадлежит это дилатация б принадлежит это дилатация а с помощью этой функции может быть аналитически определена во первых метриках хуссдорфа это наименьшее такое эпсилон там у положительное естественно для которого вот это уравнение имеет решение на самом деле там если даже монотонность нам не всегда монотонная эта функция меняется именно от не всегда монотонный от эпсиона зависит но по крайней мере как распределение она не может быть убывающий с ростом эпсона не убывает вот так что просто решить это уравнение может бесконечно много решений она имеет ну а во многих случаях даже просто наименьшее решение сказать и даже достаточно просто решить это уравнение но не буду сейчас так варианты всякие так вот наименьший псон то есть можно вот составить эту функцию решить уравнение получить метрику хуссдорф аналитический способ нахождения но это так между делом так теперь вот о чем говорилось возможно или васильевич ну вот еще пока сыровато все поэтому тут надо все почистить конечно пока так на идейном уровне скорее всего да и это тоже значит роль а и b теперь играют дискретные множества конечные то есть вместо отрезков я там по идее должен рисовать судорожно из ищу губку ну ладно вот здесь тогда там она есть вот у нас одно множество а это векторы слова уиты и вот эти и вот другое множество b ну давайте хоть треугольнички треугольнички на плохо звездочки какие-нибудь она может перемешано быть с этим множеством там и отрезки рисования отрезки тоже могут пересекаться вот мы начинаем строить дилатации каждого множества то есть точечки значит помещая в кружочки радиус и эпсион и так далее то есть вот такая штучка то есть расстояние можно искать и между дискретными множествами не только сказать по хуссдорфу так сказать вот расстояние между меня . метрика хуссдорфа что дает это просто обычная будет расстояние длина отрезка если вы будете строить дилатации то вот и получится но это уж ладно вот так что дальше значит и так комментирую вот здесь вот есть два множества мы строим и дилатации дальше смотрим только расстояние теперь между точками это не в кле давай обычная длина отрезка там скажем на плоскости а это вот это самое ассимиллярия тут это самый косинус как принято вычислитель лингвистики чем он больше тем лучше вот значит множество c это все те точки из одного множества из а и из b берутся по одному разу для которых вот это вот симиллерия c этот косинус больше равен эпсилон то есть эти точки находящиеся на расстоянии не меньше чем эпсилон слова достаточно близкие друг другу эпсилон близкие ну да это все остальное из объединения выбрасывается и дальше утро это эта функция которая там была вот такая в абстрактный виде играет вот такая эта функция которая здесь наверху или внизу два критерия мы ведь в функции пока не знаем какая лучше будет работать в экспериментах пока мы с нижней больше работали то есть отношение тех эпсилон близких так скажем слов векторов из обоих множеств это мощность это модуль это мощность множества но количество элементов просто-напросто вот количество элементов в обоих множествах от нуля до единицы естественно меняется эта величина ну или вот начали то с этого а потом уже про это стали говорить вот два таких две таких функции вводятся да это значит что они совпадают с точки зрения математической лингвистики вот я вот единичка если они совпадают ну если да то есть вот да да там про метрику речи нет я почему так говорю то обтекаемая про близость говорю они тут ну и не я не хорошо сказал не только когда совпадает единичка начинается какого-то эпсилон будет то есть начиная там скажем секс он там не знаю какова то это будет единичка значит слова будет сказать совпадать по смыслу для нас совпадают не с точки зрения математической что . совпадает с . а вот опасно это одно и то же слово так вот программа грубо будет читать вот. ну, а с одним и тем же смыслом 2 слова мы про смысла говорим одно это же с точки зрения смысла синонимы хорошо что такое синонимы определения в лингвистике отсутствует поэтому тут я так сказать ну хорошо говорю но нету но я не знаю почему не придумали мы перелопатили кучу литературы всякой разной определение слова синонима на расплывчатая по-разному строгого нет любой математик скажет ерунда написано это не синоним синонимы могут там отличаться любой сказать вот это точно одно и то же это вот сомнительно и так далее то есть что такое там сразу про значение слова говорится в этих в кавычках определениях а что такое значение слова извините так ну я дальше туда ну вот пример отличия значит от традиционного подхода который вот сейчас расстояние между этими контекстами так сказать 23 слова слева множество и одно слово б значит вектора 1 а 3 направлены противоположные стороны и тогда значит в традиционном подходе говорится что вот эти два контекста так будем громко говорить имеют один и тот же смысл это одно и тоже на самом деле потому что если вы сложите значит но сейчас будет следующий слайд если вы сложите вот эти три вектора поделите на 3 усреднить и вот это а с чертой средняя будет это будет ровно вектор b2 ну да вот то что вот эти два противоположных уничтожат друг друга и 7 лирицы вот это вот похожесть которая пишет одно и то же по значению она будет равна единице потому что вектор их вот оставшиеся после усреднения одинаковые вот что на самом деле конечно не так потому что контекст может быть иметь свои там нюансы это же слова и на самом деле противоположных таких векторов мы с андреем анатольевичем вообще не нашли мы пытались найти но они немножко будут кэша отличаться то есть вот это грубый такой средний усреднительный подход он нюансы текста не ощущает для такого примера по крайней мере вот и даже геометрически это разные совсем структуры мы же прекрасно видим это даже на такого элементарном примере а вот это наша эта функция она при всех положительных и псу тут скажите тут же псу она вот любое положительное псу он дает тут одну вторую это вот там два разных таскать где разные функции но они так очень близки мы пока не знаем про доскать очень хорошую связь пока не установил между ними такое только очень не очень значит ну и другая функция 2 3 то есть а тут максимум написано от 0 до 1 а тут максимум 5 значений принимает значит вот та функция вот вот это которая от 0 до 1 вот это вот пять значений принимает вот эта штучка вот и как вы видите здесь серединке 1 2 и из 5 значений 2 3 то есть вот это эта функция вот это вот это эта функция она улавливает все-таки различия между этими контекстами при всех даже положительных и псу ну это будет так вот 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 это плюс то есть усреднение огрубляет а тут мы улавливаем что-то ну вот значит я сейчас передаю уже слово андрею анатольевичу то есть ты который вот как и надеюсь вот эти два момента сейчас осветит и так чувствительность алгоритма к изменению параметра epsilon алгоритма определения значит значения слова и вот это вот новая функция это которая позволит тоже многое что сделать рад всех видеть теперь те методы о которых рассказал что из них получилось какие алгоритмы сделать хотя в общем то из примеров уже было понятно наверное что примерно за алгоритм получится другое первый первый алгоритм про который рассказываю он классический алгоритм не нами придуманный его назвал классический но безымянный мы его назвали а средняя с ноликом то есть алгоритм усреднения черта показывает без фильтрации суть такая у нас есть словарная статья из вики словаря мы с ним работаем вот у нас слово служить обозначим его в 2 со звездочкой и это слово имеет два значения то бишь есть синонимы первые к первому значению два синонима красным цветом обозначили и дальше в примере красного цвета будет и два синонима ко второму значению в один в два работать помогать это у нас первое на самом деле их много синонимов но вот я взял два показательных до служить то есть кому-то служить быть в услужении служить что-то делать работать помогать и другое значение служить использоваться предназначаться годится для чего-либо служить для каких-то целей да на самом деле слова служить там порядка семи девяти значений я взял только два значения для наглядности да конечно обедняю и мы эксперименте проводили со всеми значениями но вот здесь на примере как это алгоритм работает на примере я взял только два значения чтобы влезла на экран и так у нас есть предложение из нескольких слов вычисляем средний вектор складываем все слова делим вот эти вот многомерные вектора мы получаем среднее значение для первого синсета среднее значение для второго синсета и смотрим между чем и чем близость будет выше между предложением и первым синсетом или между предложением и вторым синсетом там где будет близость больше значит вот это слово служить в 20 . употребляется именно в том значении какой синсет даст лучшее значение выше вот на этой иллюстрации у нас зеленым обозначены слова предложение получили среднее но двумерный случай как будто у нас нет 300 величин не 300 компонентов вектора только 2 с с чертой и у нас есть у первого сенсета два синонима получили среднее у второго сенсета два синонима получили среднее и смотрим расстояние вот не расстояние а сходство similarity между с и первым сенсетом similarity меньше расстояние соответственно больше чем сходство со вторым сенсетом из этой картинки видно что побеждает фиолетовый по такому алгоритму и в этом предложении v2 используется во втором значении вот такой подход так модификация этого алгоритма его обозначили а с чертой то есть опять-таки усреднение но появляется вот эта фильтрация суть заключается в том и идея взята из публикации 14 года суть в том что мы будем брать не все синсеты а только те не все синонимы а только те которые близки каким-либо словам в предложении то есть вот у нас целевое слово в и со звездочкой его мы пропускаем опускаем только другие синонимы рассматриваем и смотрим similarity у это синонимы и синсета а здесь опечатка без звездочки в и ты из предложения берем вот таким образом получили кандидаты из синсета их как раз по ним и будем строить усредненный вектор синсета и аналогично то чего не было в этом методе мы фильтруем слова предложения поскольку в предложении могут как вы понимаете самые разные слова мы выкидываем те которые далеки от синонимов здесь на слайде не написано но вот это с чертой в итоге включает себя только те слова которые близки дают similarity больше epsilon при сравнении слова предложения и синонимов вот такая модификация алгоритма и самый главный алгоритм самый интересный который следует за той формулой которую расписал александр николаевич это алгоритм строим два множества у нас есть исходно множество синонимов множество слов из предложения мы строим множество близких слов близких пар таким образом что если similarity сходство слова из синсета синонима и слова из предложения больше epsilon то тогда включаем такие вершины такие слова множество цк близких слов вычитаем из всех остальных слов это цк получаем множество чужих далеких друг от друга по смыслу слов и считаем функцию это к делим число близких на число далеких ну и единицу чтобы нуля не было знаменателя а в итоге это это к это какое-то число для каждого от 1 до l к синсетов то есть к значений и выбираем максимальное значение это к пробегаем по всем синсетом по всем значениям слова от 1 до l и обозначаем к звездочкой максимальное значение если максимум у нас в нескольких точках то тогда решение не получено переходим на первый шаг берем другой epsilon если единственное значение значит мы нашли то значение слова которое дает максимум и которые то значение в котором это слово употребляется в данном предложении вот главный наверное слайд так и пример с рисунком как это алгоритм работает вот у нас те же самые слова предложения два синонима второго значения два синонима первого значения теперь мы будем вот эти epsilon делатации или вот эти вот кружочки постепенно расти и очевидно что первые два элемента которые встретятся из синонимов и из предложения это вот эти два элемента они образуют первую первое множество c близких слов вот смотрите epsilon 1 который у нас меняется от единицы и уменьшается дальше найдется такое epsilon 1 который объединит вот эти два слова в c2 дальше мы будем постепенно epsilon уменьшать следующее будет c2 и так далее постепенно будут включаться все в 3 синонима фиолетовый потом когда epsilon уже существенно уменьшится только потом подключиться объединяться в множество c1 связанное с первым значением а синоним и слово из предложения и потом уже наконец таки все синонимы будут первого значения и то есть вот по этому рисунку можно определить какое из двух значений выиграет вот в этом зеленом предложении фиолетовый или красный наглядно это видно так какое множество фиолетовый или красный быстрее растет и быстрее поглощает слова предложения здесь очевидно что фиолетовый растет быстрее то есть вот это вот второе значение выигрывает первое значение по этой это функции по это алгоритм это наглядная иллюстрация к тому как этот алгоритм будет работать на этом маленьком примере буквально нет единственное что отношения между эпсилон вот как они растут эпсилон 1 эпсилон 2 они здесь расписаны вот так ну и мы работали на конкретных примерах эти столпы русской мысли вам конечно всем известны антон павлович федор михалыч и лев николаевич мы взяли русскую вики теку в которой порядка двух с половиной тысяч авторов и взяли только вот трех интересных нам героев все их текста взяли получилось примерно две с половиной тысячи текстов и использовали использовали что программу лиматизатор пока поморфе чтобы из слов произвольная форма получать лема слов и пишем и написали два компьютерных проекта две компьютерных программы на гитхабе доступных в корпус и в корпус п и и это на питоне программа для обработки текста пример для этого слова служить вот этих самых двух синсетов здесь уже побольше расписано подчиняться работать помогать угождать содействовать и второй синсет используются являться предназначаться годится который мы взяли из вики словаря и мы используем вот эту проект руссвектор с его модели которые общедоступны суть руссвекторис в том что они взяли огромные объемы текстов но в данном случае национальный корпус русского языка это наибольшие по объему самый представительный корпус текстов русского языка запустили программы похожие на word2vec со своими параметрами и получили вот эти самые вектора 300 мерные в данном случае 600 мерные для каждого из там трехсот тысяч слов примерно которые мы использовали уже в своей программе и мы использовали викитеков которые полумиллиона текстов из этих полумиллиона мы использовали 2600 текстов получили 300 тысяч предложений 215 тысяч слова форум 76 тысяч лем вот это один проект данные которые мы используем викитека другой проект вики словарь дам которого тоже мы обработали с помощью своей программы викакит и благодарю наталью борисовну за то что и компьютерную программу писала и обработку данных с помощью которых я собственно смог вот эти цифры здесь привести итак викисловарь это огромный словарный проект в котором 930 тысяч сейчас слов из них мы взяли только 10 для проведения эксперимента вот эти слова здесь перечислены без набросать видный донести доносить занятия лихой отсюда служить удачно но единственное что слово служить в процессе а мы только начали обрабатывать там порядка полторы тысячи предложений которые мы в ближайшее время обработаем остальные слова мы полностью разобрали и главное почему мы эти слова выбрали что они многозначные присутствует в русс векторе и для них как раз нужно решать задачу разрешение многозначности в каком значении употребляется каждом из 1200 предложений которые три эксперта я наталья александр николаевич ручную разметили 1519 предложений так ну вот какие у нас есть результаты на этом графике показано по оси x у нас меняется эпсилон здесь у нас рассматривается только это алгоритм который нас больше всех интересует здесь у нас эпсилон а по оси y у нас число предложений которые компьютерная программа вычислила правильно то есть точно так как это решил эксперт вот понятно что некоторые кривые высокие некоторые низкие просто потому что значит первая цифра после слова это число предложений с этим словом но вот кто-то зеленые например на высоте отсюда там 300 предложений слова лихой честно ниже розовый цвет это всего там 22 примера 22 предложения и 2 2 число это число значений самое многозначное бросать ну и какие тут мало значения отсюда два значения так далее чтобы этот график было лучше видно мы перешли сначала к логарифму по оси y вот он так изменился было так подняли а потом подумали еще и сделали в процентах то есть логарифм так процентах еще интереснее по моему стало видно здесь видно на этом графике что этот это алгоритм дает интересное значение когда эпсилон меняется от 01 до где-то 05 пока нигде не публиковали должны быть первых вот и благодаря этому рисунку эксперт в принципе может сказать при каких значениях эпсилон конкретное данное слово будет давать лучший результат например вот у нас пунктир зеленый это у нас слово донести 53 примера 6 значений отдает лучшее то есть повыше значение где-то от 0 1 до 0 3 при меньших и при больших значениях результат хуже что процент до правильного вычисления алгоритмом по сравнению с с результатом эксперта который вот вручную сидела каждое приложение тыкал вот один из шести значений он выбирал для каждого предложения одной из шести значений вот такой результат до час лихой 22 примера два значения до чем меньше значений тем очевидно то можно просто монетку бросать и в одном из 50 в половине случаев вас теоретически должно выигрывать но здесь видно что существенно выше до выше чем 05 верно заметили да поэтому здесь лучше чем с монеткой получилось но вот как раз пример где сразу все четыре алгоритма сравниваются на самом деле мы три только рассмотрели а с ноликом это там где синяя вот синяя это где у нас нет никакого эписела просто средняя от предложения до среднего синцетов меряется он показал примерно такие же плохие результаты сравни с другими как и зеленый а зеленый алгоритм выбирается наиболее частотное значение то есть вот у нас 100 примеров 100 предложений в нашем корпусе 1200 предложений из него 80 предложений это первое значение 20 предложений второе если мы ставим что всегда пусть будет первое то тогда вот как раз зеленый алгоритм такую картина покажет а получше желтый это усоединенный алгоритм с фильтрацией когда мы выкидываем плохие слова из предложений синонимов и самый лучший оказался в ряде случаев как видите даже сто процентов угадывания это это алгоритм вот который напоминает делатацию холстдорфа вот как строился этот график поскольку у нас эпсилон меняется эпсилон меняется от нуля до единицы то мы решили что если хотя бы вам при одном эпсилон будет достигаться 100 ну или максимальное значение то это максимальное значение как раз таки на этом графике рисуется естественно проиграли алгоритмы синий и зеленый там где нет никакого эпсилон нет никакой вариации а выиграли алгоритмы где ес он присутствует вот и опять таки если посмотреть на слова то видно что в проигрыше самыми сложными оказались слова где бросать 9 значений там где вот кто последний хорошо себя показали лихой два значения отсюда два значения удачно два значения они дают лучший результат потому что тут мало значений которых выбирать в дальнейшем планируем расширить набор примеров то есть экспертам нужно дальше работать вот пример фрагмент сайта скриншот в котором мы для слова бросать выбираем одно из девяти значений и интересно посмотреть с помощью графика например вот 86 примеров на первое значение там 9 примеров на 9 значение как зависит число примеров дает ли это что-то при решении задачи как зависит от эпсилон и вариант развития работы это перейти от разреженных дискретных слов к выгулым оболочкам слов векторов то есть вот математическое направление те материалы которые мы проработали виде excel таблиц доступны в интернете и вот такой ресурс рекомендую мы создали базу данных которую на этом ресурсе опубликовали там же в на страничке этого ресурса пишем какому гранту это относится указываем лицензию и этот ресурс бесплатно присваивает до и к этой базе данных по-видимому сейчас это актуально это пригодится при всяких отчетах то есть это не публикации конечно но все равно что-то весомое у чего есть до и чем можно отчитываться вот рекомендую пожалуй все задавайте вопросы